Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину. GME вчера пампанул, а затем обвалился. И причина этого была то, что компания GME продала акции на 75 миллионов долларов на этом пампе. Не нужно было им этого делать, потому что они заработали уже денег на этом пампе, и эти деньги им нужно было инвестировать в крипту, покупать биткоин, какие-то альты. В общем, можно было найти другие способы, чем продавать акции на этом пампе на 75 миллионов. Но это жадность, поэтому очень осторожно будьте с GME. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, смотрите мои видосы, это бесплатно. Я их записываю уже каждый день 4 года. Можете учиться на моих видео. Смотрите, как я торгую. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки, и рынок красный. Смотрите, все падает. И на фондовом рынке, на криптовалютном, биткоин минус 2%, эфириум минус 3%, мсрт минус 3,7%, бнб минус 3,8%, юнити минус 4,2%, покет минус 5,3%, додж минус 7%, юнити минус 7,6%, ворлдкоин 9% потерял, джиэми минус 40%. Вчера мне нужно было продать альткоины. Я прям как чувствовал. И вот то, о чем я говорил уже несколько недель. О том, что нужно быть осторожным, потому что здесь восходящий клин. Внутри создается давление и выходим вниз. Это сейчас на биткоине и происходит. Видите, вчера провалился под трендовую. Поэтому, на мой взгляд, восходящий клин все-таки отработает. И биткоин пойдет еще ниже. Вот почему у меня там стоят торговые идеи. Сейчас слишком опасно открывать слонги в этой зоне. Я открывал крупные позиции на биткоине, когда он стоил 15-16 тысяч долларов. А сейчас это опасно. Я жду, когда провалится биткоин. И там я уже зайду тогда в лонг. Смотрим на недельный таймфрейм. Всегда с него нужно начинать. Объемы падают. Стохастик разворачивается вниз. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Опускаемся на дневной. А здесь выходим вниз из этого восходящего клина. Стохастик направлен вниз. На четырехчасовом стохастик направлен вниз. Эти две торговые идеи я бы оставил. Давно они у меня уже здесь проставлены, но жду падения. Сейчас я бы в лонг не заходил. Одна заявка на 63 тысячи долларов и другая на 59. По первой открываемся в 63 тысячи. Стоп-лосс на 62 500 и тейк профит на 88 тысяч. Риск 410 долларов. Заработать можно 25 700. Это в расчете на один биткоин, если вы торгуете без плеча. Вторая торговая идея – зайти на 59 600. Аналогичные заявки проставлены у меня на Bybit. На три биткоина по 63 тысячи долларов и на 10 биткоинов по 60 250. И также на 1 миллион дуджкоинов по цене 11 центов. На балансе у меня 613 400 долларов. Просел баланс. Вчера было 630. Поэтому получается минус 16 тысяч долларов примерно. На споте я держу... USDT на 191 тысячу. MCRT на 92 тысячи. Биткоин на 69 500. Юнисвап на 41 тысячу. Может быть, нужно было продать Юни? Давайте сейчас посмотрим, что там по Юнисвап. Или... Хорошо, давайте на эфир сначала. Мне кажется, сработала моя торговая идея там. На... закрыло по стоп-лоссу. Или не закрыло по стоп-лоссу? Нет, не закрыло. На 3 565 у меня стоп-лосс. А эфир опускался на 3 569. Вау. 4 доллара разницы. Не закрыло по стоп-лоссу эту торговую идею. Но и прибыли пока не пронесла. На том же месте эфир. Можно пока что оставить эту торговую идею и посмотреть, как там дальше будут развиваться события на рынке. Потому что здесь я вижу большую чашку с ручкой на эфире. И по идее должны пройти расстояние. которое можно измерить по основанию. Поэтому должны уйти на 4 400. Если отработает чашка с ручкой. Но также здесь перевернутая голова и плечи. Шик. И вверх идем. И можем пройти даже еще выше. На 5 300. Поэтому активировалась эта торговая идея. Отлично. Но если вы еще не зашли в эфир, я бы попробовал зайти от следующего уровня поддержки. Который ниже. Это 3 262. Стоп-лосс на 2 984. И тейк-профит на 5 300. Соотношение... Какое? Соотношение... 23 02. Риск 90 долларов. Заработайте 2094. Прекрасно. Ну а теперь давайте... Что там? Доджкоин и... Ворлдкоин. 4 доллара 30 центов. Посмотрите, какое падение это на Ворлдкоине. Опускался на 3 80. Вчера я как раз говорил о том, что может быть закрыться по Ворлдкоину и перезайти ниже. Где-то вот здесь, например, тоже. Нужно было продать и перезайти ниже. Это то, о чем я говорил уже долгое время. Желтая трендовая линия. У меня была чуйка такая закрыться. Но я не закры... Но нужно было закрыться. И зайти ниже. На следующем уровне поддержки. Здесь уже можно заходить по... Сколько там? На 3 доллара, например. Поэтому я продам Ворлдкоин и перезайду ниже. По 3 доллара. Ворлдкоин на 37 тысяч у меня Ворлдкоина. 10 процентов. Просрал. Не очень хорошо. Нужно было продать Ворлдкоин и перезайти ниже. Ну, ладно. 50 процентов продадим. Или что? Давайте частями. 5 тысяч долларов. Одна заявка на 5 тысяч. Еще одна. Итого. Я продал 50 процентов Ворлдкоина. Примерно на 20 тысяч. Уже начали заполняться эти ордера. Сокращаюсь до 17 тысяч. И теперь поставлю ордера на покупку. По 3 доллара 20 центов. Возьму на 15 тысяч долларов. По 3 доллара 20 центов. Я продаю Ворлдкоин. И буду перезаходить ниже. По 3 доллара 20 центов. И теперь давайте посмотрим на Доджкоин. А, Юнисвап еще. Юнисвап. Чашка с ручкой. Хорошо, что я вчера не купил больше. Подумал, что может быть и не будет выходить Юнисвап из этого треугольника. Видите, вот он нисходящий треугольник здесь. И вероятно, что покупать Юни нужно по... По 7 долларов. В этой зоне. На 7 долларов нужно ставить ордера на покупку. Но... Да... Ну, хотя не сказать, что сильно. Там просадка на Юнисвап опустился с 10.70 на 9.80. Но хорошая зона для покупки это 7 долларов. Нисходящий треугольник. Внутри такого треугольника создается давление-давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Поэтому может еще уйти на 7 долларов перед выходом из этого треугольника вверх. Но сколько у меня сейчас Юнисвап? На 41 тысячу. Минус 7,8%. Получается, я потерял 4 тысячи долларов. Давайте сократим позицию на 10 тысяч. И затем на 10 тысяч долларов поставим ордер ниже. 10 тысяч. Продаем. И поставим ордер на покупку. На 10 тысяч долларов. По 7 долларов 20 центов. 7.20. Давайте на 15 тысяч возьмем. Продаю на 10 и возьму на 15. Это Юнисвап. Заполняются уже ордера на продажу. И возьму на 15 тысяч долларов ниже. Прекрасно. Теперь давайте посмотрим на Доджкоин. Доджкоин тоже минус 7%. Нужно было вчера все закрывать. Смотрите, восходящий клин. Если вы смотрели мое вчерашнее видео, я там как раз предупреждал. Ровно то и произошло. Нужно было продавать вчера. Это моя ошибка. Четко же восходящий клин, из которого мы должны выходить вниз. Но дело в том, что на Доджкоине еще нисходящий треугольник, из которого мы выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Поэтому у меня стоял ордер на покупку Доджкоина по 11 центов. В общем, сейчас я продам Доджкоин и буду перезаходить по 11 центов. Доджкоин. Я буду закрывать. У меня Доджкоина на 31800. Ну хорошо. Поставим ордера на покупку. Будем подбирать Доджкоин по 11.30. Продам прямо сейчас Доджкоин на 5000. И ордер на покупку на 10 тысяч долларов по 11... пусть по 12... на 10 тысяч долларов. Продаю Доджкоин по 14.84. И ордер на покупку ставлю по 12. Ну что ж, быстро прошлись по рынку. Пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Но для этого нужно выполнить все необходимые условия. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. Получайте торговых ботов. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Ну что ж, на этом на сегодня все. Торгуйте осторожно. Время открывать крупные позиции на Доджкоине было в прошлом году. Когда он стоил 6 центов. А мы так и делали. Ну а теперь нужно торговать аккуратно. Моя стратегия – откупать проливы на рынке. Насколько еще может вырасти биткоин? Я думаю на 88 тысяч может. Но помните о том, что уже биткоин поднялся с 15 тысяч на 70. Всех люблю, обнимаю. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok